Всем привет! Сегодня в видео у нас с вами битва малины! Я давно хотела провести эксперимент с малиновой начинкой в конфете, и сегодня пришел этот долгожданный час. Сейчас все больше набирают популярность виды шоколада, где вместо какао-тертого, то есть какао-составляющей, используются другие ингредиенты. Например, порошок или пудра из ореха, семечек, фруктов и ягод. Так вот есть шоколад из смородины, из тыквенных семечек, морожки, крапивы, маракуи, миндаля и так далее. В таком шоколаде та же суть, что и в белом, но сухое молоко заменено на вкусовую составляющую в порошке или в пудре. То есть в малиновом шоколаде будет такой состав. Порошок сублимированной малины или сублимированный сок, какао-масло, сахар и небольшой процент эмульгатора. У меня есть вот такой малиновый шоколад от Валероны, он довольно дорогой, как и весь шоколад от Валероны, но он очень, просто очень насыщенный по вкусу и идеален для эксперимента. Это такая очень яркая, кисленькая малина, гораздо ярче, чем, собственно, сама малина. Мне было очень интересно, какая начинка выиграет, как ганаш в конфете в корпусе из темного шоколада, если я сравню по вкусу два варианта. Первый – это ганаш на малиновой Валероне, самый элементарный, шоколад плюс сливки. Или второй вариант – это малиновый ганаш классический на белом шоколаде, то есть это малиновое пюре с белым шоколадом. Я хочу приготовить оба варианта и сравнить, что получилось, какой ганаш выиграет по вкусу и внешнему виду и текстуре. Сегодня для теста я беру самый элементарный рецепт. По сути, это даже не рецепт, а просто соотношение. Это не какой-то долгоиграющий профессиональный рецепт из тех, что я даю на своих курсах с разъяснением роли каждого ингредиента, со всеми формулами и сроками хранения, например, как в курсе ярких начинок и же начинки. Сегодня у нас просто элементарная задача – сделать прямо самый базовый просто ганаш и сравнить чистый вкус. Я беру 50 граммов кондитерских сливок 33-35% и 120 граммов малинового шоколада Валерона. Второй вариант ганаша – это 50 граммов густого самодельного малинового пюре и 130 граммов белого шоколада. Я смешиваю ингредиенты. Я их соединяю, смешиваю венчиком или блендером. В профессиональных рецептах всегда мешаем блендером. Он способствует лучшему объединению эмульсий. Эмульсия – это супер важно, чтобы она была хорошая, стабильная. Очень много что зависит в конфете от качественной эмульсии. И вот такой у меня получается цвет. У натуральной малины он гораздо светлее и нежнее. Валерона очень насыщенная, прямо какая-то супер темная. Вот так ганаш выглядит в пакете. Сейчас он остывает для того, чтобы быть отсаженным в корпусе. У меня на канале есть несколько видео про то, как делать корпусные конфеты, как базово начинать работать шоколадом. Если вам интересно, можете найти их на канале. Кстати, про корпусы. У нас будет темный шоколад. Для него я взяла пару поликарбонатных форм и одну магнитную форму с трансферной пленкой в цветочек. В ней я хочу сделать двойную малину, то есть положить две свои начинки вместе в два слоя. Я заполняю корпусы ганашем, дальше начинка стабилизируется, на следующий день закрываю дно. И после стабилизации дна у нас готовы конфетки в трех вариантах. Два разных ганаша и одна конфета двойная. Вот так они у меня не инстаграммно вываливаются из формы. Ну и давайте смотреть разрезы и пробовать, что получилось. Классическая начинка на белом шоколаде с пюре малины имеет очень приятный, ну и привычный вкус. Это довольно распространенная начинка, она нравится практически всем. У нее такая классическая, приятная текстура ганаша. Для нее важно брать хороший белый шоколад, чтобы сахар и дешевое какао-масло не забивали с собой малину. Что касается начинки на малиновой валероне, то она очень насыщенная и по цвету, и по вкусу. Она имеет совершенно иную текстуру. Текстура более легкая и тонкая, но при этом масляная. Она вообще, вы знаете, похожа на такое как бы малиновое маслице. Не знаю, как описать точнее, но как ни странно, вот если выбирать из двух начинок, то привычная малина в ганаше на белом мне понравилась больше. Вот так вот неожиданно. Хотя, честно говоря, я думаю, что если бы шоколад был клубничный, а не малиновый, было бы совсем наоборот. Потому что клубника, смешанная с белым шоколадом, имеет очень неяркий вкус. И здесь клубничный шоколад дал бы совершенно прекрасный и яркий вкус клубники. Но самый интересный и лучший вариант для меня оказался вот эта та самая двойная начинка. Здесь два вкуса, разные по насыщенности. Две текстуры, такая выраженная кислинка, шикарный цвет, очень эффектная получилась конфета. Мне очень она понравилась, больше, чем два варианта по отдельности. И из-за дороговизны такого шоколада ее, в принципе, имеет смысл дозировать и делать лишь слоем в конфете, а не целые конфеты, если вы решитесь на такой эксперимент. Расскажите, пробовали ли вы уже такой необычный шоколад, ягодный, ореховый или, может быть, растительный. Понравился ли он вам? Поделитесь в комментариях. И пишите, как вам мой эксперимент. И скоро увидимся. Пока-пока.